О секретных тюрьмах ФСБ. Очень много я получил вопросов. Верю ли я в секретные тюрьмы ФСБ, где пытают людей, потому что российский омбудсмен, госпожа Москалькова, сказала, что она не верит, что не может быть такого, что, значит, в России кто-то пытает. Давайте 10 секунд посмотрим. Секретная тюрьма ФСБ. Никогда ни одной жалобы ко мне не приходила на этот счет. Не верю. Я вот, знаете, с госпожой Москальковой не согласен ни капли. И я абсолютно убежден, что есть такие места, я не знаю, их можно ли назвать секретными тюрьмами, или это просто какие-то конспиративные квартиры, дачи и что угодно, где действительно пытают и в первую очередь подозреваемых в терроризме. Потому что спецслужбы всего мира это делают, и ФСБ это делают. Это делают в Израиле, это делают в США, и делали в США. И до сих пор в США существует, ну не в США, на Кубе, Гуантанамо, где сидят люди в каком-то странном, непонятном статусе без приговора суда, несмотря на то, что президент Обама 8 лет пытался закрыть эту тюрьму, у него это не получилось. Увы, это логика абсолютно порочная и неправильная логика работы спецслужб в современном мире, вот так, как они устроены. Значит, есть подозреваемый, самый простой способ что-то сделать и доложить наверх, это куда-то его примотать к стулу, взяли телефонный аппарат, скотч, две клеммы, и начали бить его током, пока он вам не написал все признательные показания. После чего этот несчастный киргиз, настоящий он террорист или ненастоящий, даже уже бессмысленно спрашивают. Но под пытками любой человек признается во всем. У нас не так давно в нашей истории сотни тысяч людей признавались в том, что они японские и польские шпионы, потому что их били. А сейчас применяются изощренные методы пыток, и они там вот пишут признательные показания, которые от них хотят. Что, значит, мой племянник планировал что-то взорвать, а потом ФСБ выпускает пресс-релиз, как они это все классно предотвратили. К сожалению, во всем мире это делают. Это не помогает борьбе с терроризмом, и в России это происходит, а в России это все еще прекрасным образом существует, потому что нету ни судов, нет никакого парламентского контроля, ничего нет. Вот в Америке был скандал с так называемым ватербордингом, типом пытки, когда человека там сверху водой поливают и имитируют утопление. Вот был скандал, этот ватербординг запретили. Хотя, там, кто знает, до сих пор применяют, его не применяют. По крайней мере, официально это запрещено, и было доказано, что вот были такие случаи, мы больше так делать не будем. А в России некому этим заняться. Вот должна была уполномоченная по правам человека, но она разбираться не хочет, она говорит, а я не верю. И поэтому спецслужбы делают какие-то вещи свои неэффективные, странные и, ну и точно не имеющие цель борьбу с терроризмом. Посмотрите, что произошло в замечательном городе Санкт-Петербурге. Покажите, пожалуйста, фотографию. Это очередь в метро, потому что, значит, какие-то умники написали очень умную инструкцию. Они же борются с терроризмом, о том, что, значит, каждый человек, он должен проходить полный досмотр на металлодетекторе, как в аэропорту, в метро. Ну, как бы, вроде бы, нам казалось бы, всем понятно, что это невозможно просто сделать, но они порешили провести такой эксперимент на четырех станциях, и мы видим, что вот очереди в метро стоят, как будто это очереди в мавзолей в какие-то 80-е годы прошлого века. И это очевидная глупость, но это делают, на это тратят деньги, потому что это логика правоохранительных спецслужб, это логика правоохранительной системы, которая существует в полном отрыве. От любого общественного контроля, парламентского контроля и всего остального. Просто какие-то глупые люди придумывают глупые вещи, а мы потом все стоим, как сейчас петербуржцы, стоят в огромных и бессмысленных очередях. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok